Книга «Открытым оком», тема женщины, том 2, вопрос 730. «Можно ли женщине пользоваться духами?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В слове «духами» нет ни ударения, ни пояснения. Думаю, что речь не о бесах, а об одеколонии и различных благовониях. Что об этом говорит Священное Писание? Слово Божие! Только это должно нас интересовать. Самуил Маршак, поэт и переводчик с английского языка, описывает все профессии. И кто чем пахнет? И находит, что хуже, отвратительнее всех пахнет лодырь и бездельник. Исайи 3.23 И будет вместо благовония зловония, И вместо пояса будет веревка, И вместо завитых волос плеж, И вместо широкой япончи узкое вретище, Вместо красоты клеймо. Исайя 57.9 «Ты ходила также к царю с благовонной мастью, И умножила масти твои, И далеко посылала послов твоих, И унижалась до преисподней». При мудрости Соломона 2.7 «Преисполнимся дорогим вином и благовониями, И да не пройдет мимо нас весенний цвет жизни. Верующие издают особый запах проповедью и жизнью своей во Христе» 2 Коринфянам 2.16 «Для одних запах смертоносный на смерть, А для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Можем ли мы представить себе, Что Божия Матерь пользовалась духами? Те, кто пользовались ими в мирской жизни, Как Арсений Великий, Позже себя сурово осуждали, Искусственно создавали зловоние в жилище своем, От воды, в которой вымачивали листья И потом долго не меняли».